Привет, мои золотые! Всем здорова! Сегодня у нас снова видео 24 часа, едим кое-что определенное. Кое-что определенное что? Ну, зрители обожают видео, когда мы едим там по цветам, по буквам, что-то там квадратное, круглое, треугольное и так далее. А сегодня мы целый день будем есть фастфуд! Да, ребята, что может быть лучше, чем на завтрак умолоть целую порцию картошечки фри? А на обед съесть сочный бургер. А на ужин закусить это все целой порцией шалухи. Но если вы думаете, что мы целый день будем есть вредную еду, сейчас по нас заказываем все-всего, то нет. Мы сегодня будем готовить домашний фастфуд, потому что если мы целыми днями будем есть гадость, то мы просто в кадр не влезем скоро. Да, а еще это видео будет достаточно полезным, потому что мы знаем, что многим запрещают кушать фастфуд. Поэтому сегодня у нас будет куча рецепторов, как сделать фастфуд дома, и чтобы он был вкусный и полезный. Да. Но кроме этого мы будем бороться за кое-что особенное. Это улучшайзеры для нашего домашнего фастфуда. Да, мы сегодня будем пробовать новинки от Торчин. Это особые кетчупы для детей трех лет, поэтому они отлично подойдут к нашему домашнему фастфуду. Кетчупы сделаны из натуральных ингредиентов. Больше помидоров, меньше соли, и в состав еще входит морская соль. Их три вида. Классический. С овощным пюре. И с фруктовым пюре. Во фруктовом у нас пюре из сливы и яблока. А в овощном морковка и свекла. Чур мой фруктовый. Так, стопе, мы их попробуем все и расскажем, как они на вкус, но сначала мы должны за них побороться. А точнее, мы должны заслужить право есть наш фастфуд с кетчупом. Да, кто выигрывает в челлендже, тот ест с кетчупом, а кто проигрывает, тот ест с сухомятку. Ест сухомятку и страдает. Ну, рассказывай, с чего начинается мое завоевывание вкусненьких кетчупов? Так, план такой. Сейчас мы нарезаем картошку соломкой, ставим ее в духовку и пока картошка приготовится, мы с тобой будем разыгрывать первый классический кетчуп. О, отлично. Значит так, ты готовь картошку, а я буду готовить свой желудок к приему завтрака. Нормально вообще. Слушайте, ребят, но это же вообще-то нечестно. У нас 24 часа обычно мы друг другу готовим. Ты помнишь? Да, Зайюнь, но то мы сюрпризом друг другу готовили, а сегодня у нас полезный фастфуд, а я не умею ничего полезного готовить. Да знаю я, ты умеешь только пачку чипсов открыть и все. Ну, ладно, ты не умеешь, я тебя сейчас научу. Смотри, картошечку нам надо порезать соломкой. Она точно получится не как вареная? Вкусная получится. Итак, мы нарезали всю картошку соломкой, это было довольно-таки быстро. Теперь выбирай приправку. Так, ну тут я выбираю всегда вот эту приправу, это самая острая, самая вкусная. Это смесь перцев, ребят. Я не знаю, что это за смесь, но мне нравится. Так, ребят, на самом деле любую приправу можно сюда, я сюда добавляю и перец, и какие-нибудь там хмели-сунели, и базилики, все, что хочешь. Да поняла я, что ты хочешь поострее, господи. В общем, любую приправу добавляйте, будет вкусно. Также, конечно же, мы посолим картошечку. Но и самое главное, чтобы получилась вкусная картошка, нам нужно приправить ее маслом, у меня оливковая, но можно взять и подсолнечная. Кстати, у меня масло в спреи прикольное. Но это не обязательно, просто поливайте любым маслом. И вот так вот делайте кисси-мисси. Ты хочешь делать кисси-мисси? Нет, я не хочу макать руки в сырую еду. Ой-ой-ой. Так, слушай, не роняй драгоценную картошку фри. Так, не умничай, тащи противень. Есть, тащи противень. Противень прибыл. Ставь. Ребят, нам нужен противень с пергаментной бумагой. Я уже застелила. И мы просто вот так вот выкладываем нашу картошечку. И равномерно ее распределяем. И убираем картошку в духовку на 180 градусов минут на 20. Пока картошечка в духовке, мы будем бороться за классический кетчуп. Да, и первый челлендж у нас это, смотрите, вот такие вот коробочки для картошки фри. Мы распечатали на твоя голубая, моя розовенькая. И челлендж состоит в том, что кто первый вырежет эту картонную коробочку для картошки фри и соберет ее, тот выиграл и получает классический кетчуп. Подождите, Заюнь, мне кажется, этот челлендж не в мою пользу. Опыт на твоей стороне, у тебя 20 лет опыта в DIY. Ты быстро вырежешь и быстро соберешь, а я буду разбираться. Да ладно, что ты ноешь? А вдруг тебе повезет? Это всего лишь вырезать и собрать. Итак, раз, два, три, поехали! Так, я первое вырезала? Нет! Все, теперь нужно склеить! Мне чуть-чуть осталось. Ребят, кому интересно, где взять такие шаблончики, просто в поисковике набирайте шаблоны для коробочек для картошки фри и находите там миллион вариантов. Так, ну что там у тебя получается? Да, я почти закончил. А что это за трюк у тебя? Какой трюк? Это просто нужно согнуть вот этот овальчик. Что это за цыганские фокусы, Заюнь? Никаких фокусов многолетнего поддельма. Все, я приклеиваю. Подожди, а что еще и клеить надо? Секунду. Мы так не договаривались. Подожди, а как мне там, а как мне так согнуть по дуге? Зайчик, нужно сначала чуть-чуть ножничками там поработать. Ножничками? Как-то надавить или что, я не понимаю? Да, надавливай. Прям на дугу? На дугу. Так ты мой соперник, я не должна тебе помогать. Да я и так позади. Ка, а как дальше сгибать? Вот так вот, видишь, потихонечку. Раз, 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 держи. Да, спасибо. Пожалуйста, а я уже сделала. Коробочка красивая, все, кетчупай. Я ничего не видел, ничего не видел, ты еще ничего не сделал. Я пока не увижу, пока не посмотрю, ты, значит, не сделала. Ребят, посмотрите, какая идеальная коробочка для картошки фри. Когда он уже приготовится? Так, клей. Если не хочешь клеить, кстати, есть ты, блин. Ладно, клей, господи. Это тебя еще больше запутает. А я не могу налюбоваться на свою коробочку. Посмотри, посмотри, какая она красивая. Сейчас я свою доделаю, посмотрю на твою. И убежусь, что моя красивее. Все, я сделал. Ну, ты опоздал, я понимаю, я тебя поздравляю, что ты сделал, но ты опоздал. А ну, давай сравним. Ну, для первого раза неплохо, но посмотри, какая моя красивая, какая твоя покореженная. А чует она покореженная? Она нормальная. Где ты видишь, что она покореженная? В общем, не важно. Я выиграла. Блин, ну ладно. Но если бы это был фруктовый кетчуп, я бы это не пережил. Ну что там, как там наша картошечка? Посмотри, какая красивая. А как пахнет, предлагаю разложить ее в эти штучки и позавтракать. Так, а вторые щипчики? Ну, нету. Так что я буду ждать? Ты выберешь самые лучшие, пока я буду ждать. Зайчик, я тебе самое лучшее сначала насыплю, а потом себе. Я не против, если ты будешь кушать самые лучшие кусочки. Как перебулся. Как там насыпают в кафешках, а? Ну, вот как-то так. Ой, ну, наверное, не так коряво, как я. Все, у меня хватит. Слушай, ну выглядит просто супер. Пошли скорее завтракать. Пошли. А у меня картошка с кетчупом будет. А у меня просто картошка. Это не самый худший вариант завтрака на утро. Ну, пробуй. Кстати, она вкусная и так. Но у меня вкуснее. Может, ты дашь мне один разочек макнуть? В смысле? Так я же выиграла. Ну, один разочек макнуть, ну, просто кетчуп попробовать. Ну, ты сначала так ешь, а потом я тебе, может быть, пожертвую кусочек кетчупа. Вкусная картошка? Обалденная. Просто обалденная, Заюнь. Но с кетчупом наверняка вкуснее. Очень вкусный кетчуп. Тут же больше томатов, и он такой, знаешь, текстура такая нежная. Я тебе хочу сказать, что вот все-таки ты молодец. Молодец, что насыпала много перца острого, как я люблю. Картошечка остренькая, я это очень люблю. И в следующий раз я буду очень стараться, чтобы победить в челлендже. И соус достался мне. Ну, это мы еще посмотрим. Ребята, время вкусненьких бургеров. Итак, вопрос к эксперту. Как мы их будем делать? Смотри, вообще, основа всех бургеров. Что самое вкусное в бургере? Мясо. Вот именно, котлетка. И сейчас мы приготовим вкусненькую, полезненькую котлетку в духовке. Итак, нам понадобятся куриные котлеты. Я купила уже готовые, но лучше всего, конечно же, перекрутить самим фарш. Но ты просто такая лентя-юга, что ты, конечно же, просто купила. Ну, не было мне времени перемалывать еще фарш. В общем, я купила куриные котлетки. И сейчас мы их с тобой зажарим в духовке. Нам нужно котлеты выложить на противень и смазать сметанкой. Так, пока я смазываю сметаной, ты бери вот это вот блюдце. Взял. Что там у нас? Тут кусочек сыра и кусочек помидорки. Вот я смазала, клади помидорку. Теперь я смазываю. Положил. Теперь я смазываю помидорку, клади сыр. Так это у нас получится чизбургер. Да, давай, клади. Вот. Слышь, а если я хочу дабл чизбургер? Ты даже купила еще одну куриную котлетку для моего дабл чизбургера. Это не для тебя я купила куриную котлетку. Для кого интересно? Для себя ночью точить его. Да. В общем, ребят, мы это должны поставить в духовку на 20 минут на температуру 180 градусов. Мы все это запомнили. Ребята, пока котлетки в духовке, самое время побороться за кетчуп с овощным пюре. Да. И у нас сейчас челлендж, кто сложит эти стаканчики вместе. То есть мы должны выдергивать бумажки, и башенка со стаканчиком должна складываться. Да не сто раз уже видели этот челлендж, он очень популярен в тиктоке. Ладно, все, погнали. Давай, ты первая. Так, а как, двумя руками или одной? Как хочешь. Главное, просто, чтобы стаканчики сложились. А как это делать? Как хочешь. Нифига себе, нифига себе, это чисто удача. Тебе чисто повезло, Заюня, чисто повезло. А давай. Блин, нет. Тебе чисто повезло, Зая. Тебе тоже повезло, да? Ладно, так, я следующая. Так, теперь главное, чтобы мне сейчас повезло, и тогда я победил уже автоматически, побеждаю. Давай. Переигрываем. Так, смотри. Блин. Теперь я, теперь я. Я как самурай. Четкое и резкое движение мяча. Я же передернулась, думала, ты сейчас будешь размахивать руками. Итак, ребята, попытка третья. Давай, жги. Ты первая. Блин. Ребята, мне нужно, мне нужно всего лишь один стаканчик сделать, чтобы победить. Итак, я самурай. Движение мяча. Я победил. Нет, давай все складывай, победи он. Но я уже победил. Нет, почему ты уже победил? Я все равно победил. Ты все не сложил. Так мы их до утра будем складывать, Зая. Я сложил больше, чем ты в третьей попытке. Значит, я победил. Но это же честно. Ладно, на, твой кетчук. Так, время обеда. Котлетки готовы? Готов собирать бургер? Ну да, готов, конечно. Слушай, котлетки так зажарились, какой аппетитный сыр. Угу. Скажи. Держи. Собирай. Блин, а ты сейчас намажешь на боку кетчупа, я нет. Я сказал, что буду стараться и выиграю соус. Блин. Так, ребята, добавляю кетчуп с овощным пюре себе в бургер. И я думаю, что это будет просто замечательно. Да, конечно, замечательно. Это у меня будет сухой бургер. Побольше сей листьев салата напихаю. А тебе не жирно, а? Столько много. Побольше кетчупа никому не повредило еще. Смотри, какой у меня аппетитный бургер, а? Красавчик. Да там зелени больше, чем мясо. О, вот это бургер, я понимаю. А, подожди, а листик салата? Да за кому нужен листик салата? Главное, что я кетчупа туда полно налил. Ладно, приятного обеда. У меня тоже вкусно. Может быть, у тебя и вкусно, но не настолько, как у меня. Ну, суховато чуть-чуть. Суховато чуть-чуть. У тебя там сухомятка. А у меня сочный чизбургер, понимаешь, самый сок. Почему ты раньше не готовила такие вкусные бургеры? А ты не просил? Что я не просил? Я всегда прошу. Всегда. Ну, поди, ну, поди, ну, поди, ну, кетчуп! Эй, Зая, Зая! Ну, я тоже хотела. Вот это ты обнаглела, слушай. Так а что я тогда так старался в челлендже, чтобы что? Чтобы тебе кетчуп тоже достался или что? Ну, понимаешь, тебе кетчуп достался законно, а мне незаконно. Нормально. Я не знаю, что в нашей семье можно нарушать правила. Слушай, с кетчупом намного вкуснее. Конечно, вкуснее. Он тогда обретает свой вкус и становится полнее и сочнее. Угу. Итак, ребята, сейчас ужин, а значит, самое время для вкусненькой шавухи. Но для начала нужно разыграть кетчуп. Итак, ребята, начинается борьба за третий кетчуп с фруктовым пюре. Да, и для нашего челленджа нам понадобятся маркеры. И мы будем делать вот такую вот штуку. Какую? Ну, я сейчас показываю на трех маркерах, потому что это просто. Берем, кладем вот так три маркера. Оп! А? А ну попробуй повторить. Да элементарно. Но на трех это несложно. Мы будем играть на пяти. Давай. Элементарно, да? Все, ты проиграл. Камон, все, это мой кетчуп. Нет, это же была просто разминка. Это же была разминка. Итак, теперь уже не пробный челлендж. Давай попробуем на пяти маркерах. Ты на трех не справился. Давай. Ты поймала четыре? Четыре с пяти. А ну-ка, ты давай. Капец, она у меня разваливается. Давай, давай, давай. Блин, ты притворялся что ли? Все пять. Все пять. Все, Заюня, кетчуп мой. Итак, ребята, мы уже расстелили свои лаваши и подготовили начинку для шаурмы. Это курочка, овощи и сыр. Но у кого-то нет кетчупа. Ладно, я возьму сметану с прошлого приема пищи. Блин, шавуха со сметаной, ребят. Как бы, как бы. Но я не хочу сухомятку есть. Смазывай свою шавуху кетчупом. Наконец-то ты хоть что-то приготовишь. Можно подумать, я никогда ничего не готовил, Заюня. Ты же знаешь, что я очень вкусно готовлю. Это мы убедились на картошке фри, на бургерах. Не надо, ты не можешь даже нюхать мою шаурму. Так, берем курочку. Это отварная курочка. Но, кстати, можно взять какую-нибудь курочку гриль или что-нибудь такое. Или запеченную курицу в духовке. Но у меня просто отварная куриная грудка. Так, я добавляю огурчики. Слушай, а этот кетчуп не сладкий. А что, ты думал, что он сладкий? Ну, он типа фруктовый, понимаешь? Я думал, он сладкий. Нет, он с фруктовым пюре, он не должен быть сладким. Смотри, какая у меня красота уже, а? Давайте помогу. Кто тут говорил, что он мне это обалденно готовит? Побольше мяска. Так, овощи полезные. Я мясоядный, понимаешь? Мясоядный? Я мясоядный, да. Сейчас будешь овощеядный. Ну, посмотри, какая красота. Сейчас еще сыром при... А, или ты не хочешь сыр? Да, сыр можно, сыр можно. Можно пармезана туда накидать. Нельзя. Все, а теперь можно складывать. Смотри, вот так вот. Раз, все. И теперь лишнее. Кстати, если у тебя есть лишнее, можно оторвать, чтобы не было пустого лаваша. У меня нету ничего лишнего здесь. У меня здесь все вкусное. И теперь рулетиком заворачиваем. О, смотри, как круто. Угу. Ну что, пошли ужинать? Пошли, Зайюнь. Так, что может быть лучше, чем вечером съесть по шаурме перед сном? Лучше только, может быть, оборвать вот этот вот лишний лаваш. Ну что, пробуй свою шаурму. Ну, ничего. Ты знаешь, что я не сделала? Нам надо было поджарить ее в духовочке, на гриле. Чтобы вот эта булочка зажарилась. Чтобы была типа хрустящая шаурма или что? Угу. Ну, мясо зажаривают, да. А тесто я не видел, чтобы зажаривали. Ты что, не смотрел, когда тебе делают шаурму? Там что, хочешь сказать, лаваш зажаривают? Я что-то не помню такого. Все, тихо, не заговаривай мне зубы. Я пробую свою вкуснейшую шаурму. Моя должна быть гораздо вкуснее, чем твоя. Ну, пробуй. Мне и зажаривать не надо заю. Просто не надо зажаривать. Понимаешь? Она и так вкусная. Это ты свою шаурму со сметаной уже думаешь, как бы сделать повкуснее. Потому что она печальная. А у меня шаурма самая веселая. Угу. Ну, ничего, кстати. Из-за помидоров и кольцов она не такая уж и сухая. Но да, кетчупа, конечно, не хватает. Блин, я до сих пор не понимаю, как ты выиграл, а? Как ты выиграл на тренировке? Ты не споймал три несчастных маркера? А когда настоящий челлендж начался, пять маркеров сразу поймал. С одного, с первого раза. И я на тренировке притворялся. Я так и знала. Я так и знала. Ну что ж, ребят, мы очень надеемся, что вам это видео понравилось. Слушай, ты пока прощайся. Я знаю что, я, пожалуй, попробую все три кетчупа. Потому что я так и не понял, чем они отличаются. На вкус они все вкусные. Ну, попробуй. В общем, я очень надеюсь, что вам понравились рецептики. И вы тоже повторите картошечку фри, или бургер, или шаурму. Эти рецепты очень все простые, очень легкие. Поэтому их в домашних условиях вообще не составит труда повторить. Эй, камон, мне оставь. Подожди, попробуешь потом. Да я свое мнение составлю. По всем трем. Если это видео вам понравилось, то не забывайте про пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите ваши комментарии. Пишите, что нам есть еще. 24 часа. Пишите, нравится ли вам такие челленджи 24 часа. Слушай, кетчупы обалденные. Овощной и фруктовый имеют просто немножечко разный такой надвкусие, я бы сказал. Не знаю, надвкусие. Надвкусие, в смысле? Надвкусие. Оно, это надвкусие, оно только дополняет кетчуп. Но оно не делает его сладким там или чересчур овощным. Это все те же кетчупы, только с интересным таким надвкусием. Очень вкусно. Вот это самое вкусное. Скажи надвкусие. Фруктовый, да? Тебе фруктовый понравился? У него самое ярко выраженное надвкусие, я бы сказал. И оно обалденно, да. Каждый день такое есть, конечно же, нельзя. Но побаловать себя дома можно. А с кетчупом это легко и вкусно. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующем видео. Пока. Всем пока. Пока.